Что, кстати, ситуация на украинских фронтах, она будет определяться реальным физическим соотношением сил. Тут все достаточно просто. Ясно, что усталость от войны, как показывает, опять же, вся мировая история, никак, впрямую не связана с успехами или неудачами на фронтах. Она накапливается во времени, так или иначе. Это показывает, например, опыт Первой мировой войны, когда, возможно, мобилизационный ресурс Франции в 1916-17 годах оказался гораздо меньше, чем в 1914, хотя, в общем, скорее Франция была близка к победе, ближе к победе, чем в 1914 году. И здесь самое большое искушение элит – это продолжать эксплуатировать тезис о войне до победного конца, когда измождение народа вот этой войны достигает определенного критического уровня. Это во многом, кстати, сыграло роковую роль в судьбе русской революции и временного правительства в 1917 году, когда к власти пришла единственная сила, которая не призывала ввести войну до победного конца, а, наоборот, совершенно откровенно говорила о мире, причем любой ценой, чем произвела невероятное впечатление на миллионы находившихся на фронтах русских крестьян, многие из которых уже дезертировали, бежали, отказывались идти в атаку в этот момент. Поэтому, так или иначе, разговор о прекращении огня в этом году будет актуален для обеих сторон. При этом мы с тобой еще, вот именно мы с тобой начали этот разговор, может, начали его не мы, но в публичном пространстве мы об этом говорили еще весной минувшего, 2023 года, что вся эта ситуация нуждается в уточнении критериев победы Украины. Потому что разговоры о том, что прекращение огня или это свидетельство о поражении Украины, кажется, представляется мне необоснованным, как минимум. Потому что война начиналась с Владимиром Путином, как спецоперация Блицкрик, для того, чтобы уничтожить украинское государство, точнее, полностью подчинить ее Кремлю. Этого уже не получилось. То есть, сам Кремль проиграл на стартовом этапе еще этой войны. То есть, ты понимаешь, что речь шла только о капитуляции всей Украины, правильно? Ну, речь шла не о военной капитуляции, не о недолгой затяжной войне. Речь шла о том, чтобы захватить Киев, спровоцировать бегство Владимира Зеленского, к чему абсолютно были готовы уважаемые американские партнеры, которые не только не исключали такого сценария, но и считали его приоритетным. И предлагали Зеленскому возможности для эвакуации. Зеленский к его чести на это не пошел, что изменило. Было стартовым импульсом к изменению всей конструкции и парадигмы этой войны. И потом, после чего, так сказать, Путин по сценарию 2014 года добился бы избрания неусловного, абсолютно безусловного, в прямом смысле Виктора Владимировича Медведчука, исполняющего обязанности президента Украины со всеми текающими отсюда последствиями. И Медведчук бы провел на российских штыках в полном соответствии с путинским принципом стерпится-слюбится. Ведь, условно говоря, Путин прекрасно понимал, что население Украины, народ Украины, был бы не лоялен всей этой конструкции, и было бы все, что угодно, вплоть до партизанской войны. Но в его понимании прошло бы несколько лет, и все бы успокоилось, и ничего, можно перетерпеть. Потому что главные ресурсы, которые Путин всегда считает, которые всегда на его стороне, в его понимании, это время и терпение. Время, потому что у него нет свободных демократических выборов, ему некуда торопиться. И он независим от мнений избирателей, которых де-факто не существует. А терпение, ну, потому что вообще это важное свойство русского народа, как говорил Сергеевич Сталин на банкете в честь победы в июне 45-го года. Сталин что фактически сказал тогда? Сказал довольно крамольную вещь, что если бы у русского народа не было такого терпения, то Сталина бы свергли еще в 41-м году, и другие убили бы, и другие люди отвечали бы за дальнейшее. Но благодаря терпению, в общем, и тому, что русский народ может перенести любые физические жертвы, можно, так сказать, выигрывать даже в проигранных войнах. Вот Путин эксплуатирует абсолютно ту же концепцию и конструкцию, значит, перетерпел бы все. Поэтому уже весной прошлого года Украина победила, а Кремль проиграл. Дальше, так сказать, Кремль не смог получить те территории, даже на которые рассчитывал, на военную оккупацию которых рассчитывал уже после провала Блицкрида. Поэтому в этом смысле, сохранив свою государственность и большую часть территории, Украина уже победила. Дальше, так сказать, уже разговор о критериях победы, безусловно, это внутреннее дело Украины, но как аналитик, занимающийся Украиной довольно много лет, я тоже могу, так сказать, что-то рокой прокомментировать по этому поводу. Вот теперь я тебе как раз задам следующий вопрос, исходя из того, что ты сейчас сказал. Давай представим себе, вот сегодня 3 января 2024 года. Скажи, по состоянию на 3 января, чего Путин хочет? Вот что для него сегодня является сигналом для него самого о выходе из войны, о прекращении войны? Войну в широком смысле он не прекратит никогда. Потому что в его понимании это не война с Украиной. Он не устает это повторять. Надо сказать, что если анализировать публичные высказывания Владимира Владимировича Путина тщательно, то можно узнать о его точке зрения гораздо больше, чем кажется. Просто нужно их правильно переводить с путинского на другие языки. Он, собственно, вот сейчас на Новый год встречался с бойцами спецоперации Z и вновь сказал, что Украина нам никакой не враг, а враг Запад. Да, действительно, он затеял Четвертую мировую войну с целью обрушения американоцентричного мира и лишения Америки ее доминирующего положения в этом мире. Что он не устает, опять же, повторять. Именно поэтому, когда Хамас напал на Израиль 7 октября прошлого года, он не мог не поддержать Хамас, несмотря на давние достаточно теплые отношения с израильскими элитами и с еврейскими кругами. В общем, полудружбу с израильским премьер-министром Биби Нетаньяру, которая базировалась хотя бы на том, что оба хотят прививать у власти до бесконечности. Нетаньяру это, конечно, гораздо сложнее, поскольку это в демократической среде он должен решать такие вопросы, а не авторитарные, а потом тоталитарные, как Путин. И нет, он поддержал Хамас, потому что тут все понятно. Израиль это часть американо-центричного мира, Хамас враг американо-центричного мира, и в этой ситуации кого поддерживать нет вопросов. Поэтому... И Путину война неожиданно понравилась. Дело в том, что его готовность пойти на вот Стамбульские соглашения весной прошлого года и снять ряд ключевых требований к Украине, хотя все равно, как мы знаем от Путина же, который размахивал проектами этих соглашений на саммите России и Африки в прошлом году, в Константиновском дворце в Стрельне. Мы знаем, что все равно там были требования для Украины совершенно неприемлемые, типа регулирование численности войск, которые должны были сократиться в 10 раз. Но тем не менее, как вот сказал на днях, подтвердил Александр Чалый, участник этих приговоров, бывший замминистра иностранных дел Украины, там, так сказать, Путин съехал с большинства своих претензий к Украине, потому что он понял, что влип, что провалился его в блицклик, и он совершенно был психологически не готов к большой затяжной войне, потому что он вообще не специалист по большим войнам. Он профессионал спецопераций, типа, потому что он не стратег, а тактик. Но потом он вжился в эту войну и понял, что лучшего состояния не бывает. Что именно большая затяжная война открывает перед ним качественно новое пространство и возможности, которым он уже пользуется. В первую очередь, во внутренней политике, где он смог под предлогом войны избавиться от всех, которые ему не нужны. Вернее, не кем ему нужны, а кто против этой войны и против, собственно, путинского тоталитаризма. Он полностью трансформировал авторитарную систему, пусть и достаточно уже жесткую, подстояние на 24 февраля 2022 года, в полностью тоталитарную систему. Где за любое неправильное открытие рта ты отправляешься в тюрьму. А если ты собираешься открывать рот, ты должен быть за пределами... Да любой лайк неправильный. Да, да, абсолютно. Даже без рта. Да, это тоталитаризм, причем уже такого вполне зрелого сталинского образца, даже не хрущевско-брежневского, а очень жесткий. Он этого и хотел, он к этому стремился, но только война дала ему реальную возможность это осуществить. Именно война является оправданием его бесконечного пребывания у власти. Потому что вопрос о том, может ли он уйти во время войны, не стоит. Не может, конечно. Не может капитан бросить корабль в это тяжелейшее время. Поэтому он еще, если надо, пролонгирует после 2030 года, разумеется, свою полномочию каким-то хитрым способом, но законным абсолютно. То есть, иными словами, полное превращение Российской Федерации в жестко иерархизированную, вертикализированную ОПГ, оно вот совершилось благодаря войне. И поэтому он ведет войну, по его собственной доктрине, против Запада и США, в первую очередь, не Украины. Причем эта война оборонительная, согласно путинской концепции. Потому что это не он напал на Украину. Это США и союзники напали на РФ. И поэтому, поскольку США и союзники, мы с маниакальным упорством будем добиваться по путинской концепции уничтожения РФ, то значит, путь воевать будем вечно. В этом смысле война не закончится никогда. А к, скажем, качественному снижению уровня интенсивности боевых действий на украинских фронтах, непосредственно, как составной части этой большой бесконечной войны с Западом, Путин, я думаю, готов в наступающем 2024 году. Потому что даже несмотря на то, что он крайне оптимистичен относительно состояния РФ-экономики, несмотря на то, что, конечно, человеческая жизнь в РФ стоит мало чего, хотя формально 7 миллионов рублей – это уже очень много для российской глубинки, и вот экономическое оживление с этим связано, что мы начали платить за трупы. Это типичный мертвый души Николая Васильевича Гоголя в новой редакции, в современной. Платить за трупы. Классно сказал, да? Да, конечно, разумеется, это мертвые души абсолютно, притом мертвые души еще распространились в ушедшем году на санкции Запада в отношении состоятельных россиян, когда Евросоюз заявил, что санкции после смерти не снимаются с россиянами. Это тоже такой уже третий том мертвых душ, потому что есть опасения, что, во-первых, богатых россиян будут специально ликвидировать, чтобы вывести из-под санкций их активы, переходящие к их наследникам, или сами дорогие россияне могут объявить себя мертвыми, создать себе альтернативную идентичность, личность, и с тем, чтобы высвободить свои активы, опять же, переходящие к каким-то наследникам или доверительным управляющим, а де-факто сохраняя контроль над этими неподсанкционными активами. Интересно. Да, в общем, а почему нет, собственно. Да, конечно. Опять же, при использовании современных возможностей косметологии и выдаче фальшивых паспортов на любые, подлинных абсолютно паспортов на любые имена, почему так не сделать? Это такое алиби-агентство 21 века, когда ты становишься трупом, и все твои проблемы снимаются. С философской точки зрения это очень прорывная технология и, возможно, повод для небольшого или большого стартапа. Нужно предложить ты его в маску как специалист в этих вопросах. Как человека исключить и начать жизнь с нуля? Ну, в своем собственном возрасте. Абсолютно. И, тем не менее, потери очень велики. Путин об этом знает. Это его не может не беспокоить. Проводить новую мобилизацию он, безусловно, может, но не хочет. Если надо, будет проведен, безусловно. Не поморщится. Не раньше, чем, естественно, случится очередная его инаугурация 7 мая, но потом после него легко проведет, если это будет остро необходимо. Но, конечно, он хотел бы этого избежать, учитывая большие негативные социально-психологические последствия первой мобилизации осени 2022 года, где мобилизованная до сих пор остается на фронтах. Ротации не будет. Об этом Кремль заявил официально. И понятно, почему. Потому что нет ничего более опасного в социальном смысле и в смысле подогрева социального взрыва, чем человек, вернувшийся с войны в состоянии глубокого посттравматического стрессового синдрома. И, так сказать, как сказал великий русский поэт украинского происхождения Семен Гудзенко, я бы хотел бы знать, что было здесь, пока мы были там. Вот поэтому тут смена поколений не очень невыгодна на фронтах. И выковыривал штыком, да, из-под ногтей. Ногтей округ чужую, да. Это в другом стихотворении того же поэта. Ну, Киевьянин, кстати, Семен Гудзенко. Киевьянин, конечно, конечно, разумеется. Вот. И евреи при том, еврейского происхождения. Украинско-украинско-еврейского. Поэтому, конечно, Путин заинтересован в том, чтобы в 2024 году что-то случилось, типа прекращение огня. И об этом, так сказать, соответственно, этого же хочет именно гонациональный народ РФ, который в предвыборных социологических опросах, вопреки даже тому, что, естественно, эти опросы искажают общественное мнение резко в сторону Кремля, поскольку недорогой россиянин боится социологического интервьюера, как полицейского агента власти возможного. И зачем связываться? Лучше сказать, что от тебя хотят и отвязаться. Да. Создавать тебе проблемы на ровном месте. Но даже в этой ситуации по опросам социологической группы Russian Field, главная мечта и надежда россиянина это прекращение спецоперации. Это 50% россиян об этом заявляют, значит, на самом деле 70%. А надежда на переизбрание Владимира Владимировича Путина президентом 2%. В свое время, как и Михаил Михайловичу Касьянову первому путинскому премьеру, приделали ярлык Миши 2%. При том, что авторы этой конструкции не догадывались, насколько это отмазывает Касьянова и улучшает его имидж. Потому что уровень откатов в путинской РФ стал со временем 50 и более процентов, а не 2. Так вот, теперь Владимир Владимирович у нас будет 2%, поскольку именно такое количество россиян, даже по официальному вопросу, хоть на самом деле существенно меньше, считают важным его переизбрание на очередной срок. Поэтому переговоры о прекращении... Не переговоры, как таковы, а ситуация прекращения огня вполне возможна. И в этом смысле я об этом говорил еще месяцы назад. Извини, что я занимаюсь таким постыдным делом, как самоцитирование, за которое нередко товарищи по борьбе подвергают несправедливой критики. Парта и гену. Да, но потом, значит, это было подтверждено газетой New York Times пару недель назад о том, что Путин забрасывал в США, через США сигнал о том, что он хотел бы прекращение огня. И, конечно, для него оптимально было бы это сделать до выборов президента 17 марта. А как он себе представляет прекращение огня? Вот что, по его мнению, должна принять Украина? Что, как будет потом, Путин сейчас не рассуждает. Вот сейчас. Он не стратег, а тактик. Он имеет в виду качественное сокращение интенсивности боевых действий на нынешней линии фронта. Она же линии соприкосновения или разделения, как она называется, политкорректно. А условия? А никаких просто. А просто? Просто зафиксировать ситуацию на нынешней линии фронта. Естественно, при этом Путин будет и дальше добиваться легализации его аннексий территориальных, но здесь он, естественно, не рассчитывает на то, что это может случиться в наступившем году или даже в последующие годы. Он рассчитывает на то, что что-нибудь изменится в мире в его пользу, в необозримой перспективе, поскольку запас времени и терпения у него огромен, в отличие от всех остальных участников драмы. И, в первую очередь, разумеется, он рассчитывает на приход республиканского кандидата на пост президента США. Не обязательно Дональда Трампа. Такого кандидата, который больше будет сконцентрирован на внутренних проблемах Америки, чем на ее международной политике. Продолжение следует...